Казахстан и Китай увеличат пропускную способность среднего коридора в 5 раз до 500 тысяч контейнеров в год. Один из важных документов сегодня был подписан между правительствами обеих стран. Каждая из сторон взяла на себя обязательства по совершенствованию транскаспийского маршрута. О том, как это будет сделано и какие совместные прорывные проекты еще запустят страны-соседи, расскажет моя коллега Динара Женбатырова. Результат сегодняшних встреч и переговоров президента с партнерами и бизнес-компаниями, пожалуй, нужно измерять не количеством инвестиций в круглых суммах, а качеством партнерских отношений. Понятно, что налаженные они уже давно, но на такой глобальный уровень страны выходят впервые. По мнению Касымжумарта Токаева, старт быстрому росту был заложен во время госвизита Си Цзиньпиня в Казахстан год назад. Чтобы повторить подобный успех, наш президент пригласил китайского лидера также с госвизитом на следующий год. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. И, пользуясь возможностью, хотел бы пригласить вас, уважаемый председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство. Это партнерство сегодня укрепилось только по линии транзитного потенциала четырьмя документами. Один из них увеличит мощность среднего коридора в пять раз. Согласно подписанному межправительственному соглашению, стороны создадут специальную группу. Эта группа ежегодно, ежеквартально будет заседать и будет определять, что мешает для того, чтобы развивать именно транзитное направление через Казахстан, то есть перевозки грузов между Китаем и Европой. Группа задача стоит его довести в пропускную способность от 6 до 10 миллионов. Это первое. Второе, его пропускная способность именно контейнеров перевозки сейчас 100 тысяч контейнеров. Мы задачу ставим, чтобы его увеличить в пять раз до 500 тысяч контейнеров. Еще одна цель увеличения терминальных мощностей до 50 миллионов тонн в год. Два имеющихся перевалочных пункта уже не справляются с нагрузкой. Третий, который будет расположен на новой железнодорожной ветке Тачэнь-Айагоз, возьмет часть на себя. И тут же решается вопрос, что по новым рельсам будут ездить современные тепловозы. Сир-Ар-Ар-Си поставит в нашу страну 200 маневровых и магистральных тепловозов почти на полтора миллиарда долларов. Однако, помимо надземных путей, Казахстан и Китай уверенно начинают осваивать и воздушные. Сегодня мы подписали большое соглашение с крупной компанией ЮТОМ. Мы договорились первое о улучшении доставки посылок из Китая до Казахстана. Сегодня уже запустили авиасообщение, карго-сообщение из города Сиань в Алмату. Два раза в неделю уже осуществляются перевозки. Далее мы договорились, совместно договариваемся с крупными площадками не только Алиэкспресса, но JD, Shane, Pindodo, TikTok Marketplace. Компания ЮТОМ будет делиться своими наилучшими технологиями управления складами, управления посылками в реальном времени. Часть своих технологий Китай в лице Синопек внедрит и на крупнейшем в мире заводе по производству полиэтилена. Еще один проект, закрепленный подписями производства терифталевой кислоты. По сей день сырье для нее Казахстан экспортирует за рубеж. Это сырье для производства бутылок, синтепона, спортивных нитей. Мы производим на Атравском нефтеперерабатывающем заводе пароксилон, который экспортируется. И взамен мы импортируем как раз те продукты, о которых я сказал. Тогда как логика подскажет, что надо пароксилоном дальше перерабатывать в стране. И вот мы договорились с компанией Синопек, что в ближайшие несколько месяцев проведем соответствующие исследования, проектирование. И потом я уверен и надеюсь, что мы уже примем решение о совместной реализации такого крупного, тоже достаточно индустриального проекта в стране. Не первый год на казахстанском рынке и одна из крупнейших компаний Сити Групп, которая изготавливает битвум. По сегодняшним договоренностям инвесторы помогут увеличить его производство до полутора миллионов тонн в год. По сегодняшним встречам можно сделать один большой вывод. Казахстан семимильными шагами идет к цели, чтобы стать мощнейшим транспортно-логистическим хабом между Европой и Китаем. Вы только посудите, 40% товарооборота между Центральной Азией и Китаем приходится именно на Казахстан. Это вовсе не означает, что все эти товары остаются в нашей стране. Нет, все они идут транзитом на Запад. Поэтому все силы брошены на укрепление транспортной инфраструктуры. Однако важно не только научиться построить, но и научиться управлять этими процессами. И китайский сосед в этом нам активно помогает. Динар Жабатырова, Марат Диханбаев, Дулат Интибеков. При поддержке телекомплекса президента Казахстана. Пекин.